здравствуйте с вами александр я сегодня расскажу вам об одном из самых безопасных автокресел первой категории с 9 месяцев до 18 килограммов с 9 килограмм до 17 килограмм это где-то до трех лет с 9 месяцев чтобы вы понимали это кресло от компании cybox модель называется джуна 2 fix как вы видите компания cybox если вы предыдущие обзоры на этой компании смотрели у меня на кресло компании cybox то вы наверняка заметили что преимущественно у этой компании для маленьких детей используются столики безопасности столик безопасности это альтернатива пятиточечному ремню причем очень хорошая альтернатива но у нее есть как говорится и плюсы и минусы минусы в том плане что ребенок чуть больше потеет сковом в движениях не сильно любит ездить со столиком а очевидный огромный плюс это лучшая безопасность особенно при лобовых дтп больше площадь контакта с ребенком лучше распределяется нагрузка на ребенка поэтому столик как говорится впереди планеты всей по безопасности и здесь естественно используется столик повторюсь кресло первой категории поэтому здесь ничего особо никуда не растет единственное что двигается подголовник это я вам тоже покажу давайте разберем немножечко как им пользоваться что здесь за ткани ну и мое мнение в конце как обычно вот первая категория кресло сразу же естественно становится чуть компактнее чем универсальные но в то же время она достаточно вместительная и когда уже ребенок вырастает из него концу этого периода он не чувствует себя там прям совсем тесно и еще что-то нормально комфортно ездить вот по тканям в принципе здесь ткани достаточно приятные чувствуется что синтетика естественно присутствует но не раздражает абсолютно тактильно гладкая приятная мягкая ткань и самое главное сидушечка очень мягкая она прям как перьевая такая подушечка и здесь мягенько все вообще здорово в этом плане сделано и сам столик вот можете обратить внимание он тоже мягенький вот соответственно что мы делаем посадили ребеночка сверху прикладываем столик столик у нас имеет возможность регулировки по глубине это уже по ребенку смотрите как ему лучше прикладываем берем ремень выдвигаем его полностью желательно просовываем через направляющий и защелкиваем после чего берем за верхний ремень подтягиваем чтобы нижний натянулся и снова возвращаем ремень обратно все мы установили кресло можем ехать в принципе это кресло оборудовано системой изофикс и можно его устанавливать на изофикс если вдруг у вас машины нету изофикса можете вообще не париться по этому поводу ставите вот как я вам сейчас показал плане безопасности изофикс здесь сильно не будет вам помогать он конечно полезен в первой категории все такое но девяносто процентов безопасности несет за собой ремень поэтому не парьтесь берите как даже если у вас нет автомобиля изофикса хотите безопасное кресло берете ставите вот таким образом и все вот поставили едем давайте все-таки покажу как пользоваться здесь изофиксом убираем столик чтобы на воспользоваться изофиксом здесь вот есть такая кнопочка нажимаем изофикс выезжает изофикс здесь полноценный жесткий железный изофикс нет ремешки не еще какие-то непонятные вещи нормальный жесткий изофикс убедились что в автомобиле изофикс есть просто устанавливаем до щелчка и все принципе можно кресло задвинуть прислонить и ехать можно выдвинуть если в автомобиле спинка чуть откидывается у вас есть возможность наклонить кресло и ребенку тем самым дать более комфортное положение что касается регулировочки подголовника здесь снизу кнопочка вот вы видите очень даже большой диапазон вот сюда метровый ребенок помещается спокойно правда уже впритык но спокойно вот что касается подголовника разобрались в этом кресле установлены вот здесь они правда декоративно красивенько запрятаны эта система которая гасит дополнительно боковую энергию при боковом дтп вот эти вот лопухи принципе они съемные можно оставить один у окна снутри салона снять чтобы сэкономить немножечко места но вы видите вы здесь сэкономите но буквально пару сантиметров в принципе зато будет некрасиво лучше одеть оба сразу и будет полноценный законченный вид вот что касается безопасности я уже вам сказал это одно из лучших кресел если зайдете на адак там можете проверить это кресло в топе и ему действительно можно смело доверять своего ребенка она очень безопасное кресло вот вот в двух словах мое мнение давайте я вам скажу то что по кресло я уже все рассказал здесь ничего хитрого нет просто хорошее добротное кресло по безопасности супер вот насчет комфорта ребенка перед покупкой я бы посоветовал вам примерить с ребеночком и посмотреть как ему удобно неудобно и потом уже совершать покупку принципе если ребенок действительно сразу девятимесячный не попозже вы его берете то вы спокойно просто там покричал немножечко ребенок ничего страшного приучивайте к столику рано или поздно там неделя-две он привыкнет и будет соответственно уже нормально к столику относиться и ездить вот зато если приучили у вас одно из самых безопасных кресел поэтому тут подсоберитесь грязь нервы в кулачок и потерпите пока ребенок привыкает к этому креслу и ездите дальше после этого соответственно вот в принципе по креслу мне добавить больше нечего мое мнение я вам сказал брать еще раз брать приучивайте ребеночка и будет он у вас в реальной безопасности если это видео вам было полезно интересно ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал это очень важно для меня это мне помогает делать для вас больше обзоров и в конце хочу поблагодарить магазин мир автокресел за то что предоставили на обзор мне кресло cybex juna 2 fix а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора кресла для вашего ребенка безопасного кресла самое главное для вашего ребенка и удачи до свидания